Всем привет! В этом видео я вам хочу рассказать про системы регулировки посадки горнолыжного шлема на голове. Основных на самом деле их две. Это так называемая крутилка и Custom Air, который придумал компания Salomon. Что они из себя представляют? Собственно, крутилка, да, это у нас вот такое вот колесико на разных шлемах, они исполнены по-разному, которое, собственно говоря, крутя, оно тянет тросик, и этот тросик, он уменьшает вот этот вот внутренний объем шлема, обхват головы. Вторая система, это так называемый, вот то, что я уже говорил, Custom Air, который придумал Salomon в шлемах. Она представляет из себя такой баллон, который вшит в шлем. Он имеет специальную такую вот штуку, через которую он накачивается, и клапан, вот такой вот, который мы нажимаем, и он стравливает лишний воздух. Таким образом обеспечивается регулировка посадки шлема по голове. Дополнительно к этому еще существуют всякие разные системы комфорта. В некоторых шлемах есть такое исполнение из мягкой специальной ткани, ну, что тоже делает посадку более приятной по голове. Также вот уже в этом шлеме, который я показывал в Atomic, у него есть система, ну, это все производители системами называют, которая называется LifeFit. То есть здесь специальный материал, они его также еще используют в масках, и даже, кстати, в ботинках горнолыжных. Собственно говоря, первое, откуда он пришел, это из ботинок. Они его вставили в шлем. Он представляет себе такой специальный материал мягкий, который проминается и принимает форму головы, что тоже делает более удобным ношение шлема на голове. Несмотря на все это, нужно понимать, что шлем все равно нужно выбирать по размеру головы. Как определить размер? Да очень просто. Взять обычный сантиметр и померить окружность головы вот в этом месте. Если нет сантиметра, можно взять нитку, обмотать вот так вокруг головы, потом приложить ее к линейке и посмотреть, сколько получится. Ну, как правило, среднестатистический размер головы у взрослого мужчины это 58-60 сантиметров, у женщин 55-57. Ну, это, как правило, может, конечно, быть по-другому. Вот, собственно, все, что хотел на сегодня вам рассказать. Если какие-то вопросы, звоните, пишите. Продолжение следует...